Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы рассмотрим, как вы можете приобретать и продавать биткоины и другую криптовалюту через мониторинг обменников BestChange. Итак, что такое мониторинг обменников? По сути, это сайт, на котором сравниваются курсы обмена в разных обменников, и с помощью этого сайта вы можете найти оптимальный курс для себя. Слева мы видим зеленую панель, и в первой колонке написано «Отдадите», то есть здесь мы должны указать ту валюту, которую мы хотим отдать. Во второй колонке мы видим «Получите», то есть здесь мы должны указать ту валюту, которую хотим получить. Но наиболее распространенный вариант обмена – это обмен средств, которые находятся на банковской карте. Предположим, что у человека есть средства на карте Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф, ВТБ, Приват-24, Монобанк или Каспи-банк. Или, может быть, у него есть карта Виза или Мастер-карт в долларах, в рублях, в украинских гривнах или казахских тенге разных банков. Ну, если человек находится в России, распространенный вариант – это карта Сбербанка. Нажимаем сюда «Сбербанк», и теперь нам нужно указать, какую монету мы хотим приобрести. Если мы хотим приобрести биткоин, то нужно нажать вот здесь наверху. Может быть, кому-то нужен эфириум, соответственно, ему нужно будет нажать вот здесь «Эфириум» или «Криптовалюта Трон», пожалуйста. Или какая-то из тех, которые находятся в этом списке. Итак, в первой колонке мы указали, что отдаем рубли на счете Сбербанка. Во второй колонке мы указали, что хотим получить биткоины. Для подсчета выгодного курса удобно использовать калькулятор. Я всегда его использую. Нажимаем вот сюда «Калькулятор» и здесь вводим ту сумму, которую мы хотим обменять в рублях. Ну, например, мы хотим обменять 50 тысяч рублей. Соответственно, вот здесь я ввожу 50 тысяч. И вот в этой графе, где написано «Без комиссии ПС, учитывать комиссии», я всегда ставлю графу «Учитывать комиссии». У разных платежных систем есть собственные комиссии. И если их не учитывать, то вы можете переплатить. Я рекомендую всегда «Учитывать» и нажимаем кнопочку «Рассчитать». И мониторинг обменника в BestChange покажет вам обменники с самым выгодным курсом на данный момент. Причем, чем выше обменник находится в этом списке, тем более выгодный курс он предлагает. Итак, если вы знаете, какую конкретно сумму вы хотите обменять в рублях, вы указываете эту сумму вот здесь, выбираете здесь «Учитывать комиссии» и нажимаете «Рассчитать». Но иногда вам нужно бывает купить какое-то конкретное количество биткоинов или какой-то другой криптовалюты, и вы не знаете, сколько это будет в рублях. Это тоже легко посчитать. Ставите галочку вот сюда «Получите» и указываете, какое количество биткоинов вам нужно. Ну, например, нам нужна 0,01 биткоина. Нажимаем «Рассчитать» и, как видим, система нам показывает, сколько нам придется заплатить в рублях, чтобы получить 0,01 биткоин. Обратите внимание, что некоторые обменники в данном списке помечены черным шрифтом, а другие обменники помечены серым. Черный шрифт означает, что данный обменник готов к обмену, у них есть все необходимое. Серый шрифт означает, что в данный момент они могут быть не готовы. Поэтому я всегда пользуюсь тем обменником, который выделен черным шрифтом. Итак, я нажимаю «Первый обменник, выделенный черным шрифтом в списке». Итак, здесь я вписываю, в графе «Отдаете» я указываю, что, например, обмениваю 50 тысяч рублей. С карты указываю номер карты, с которой я буду отправлять средства. Фамилия, имя, отчество владельца карты. Здесь, соответственно, система автоматически показывает, сколько биткоинов я получу на свой биткоин-кошелек. И здесь я должен вставить адрес своего биткоин-кошелька. Будьте очень внимательны, проверяйте правильность своего биткоин-кошелька. И, наконец, контактные данные. Укажите вашу почту и телефон. После того, как вы заполните все необходимые поля и нажмете кнопку «Совершить обмен», вам система сформирует заявку. И в этой заявке будут указаны реквизиты, карты, на которую нужно будет отправить средства. Вот эти 50 тысяч рублей. После того, как вы отправите 50 тысяч рублей на указанные реквизиты, через какое-то время на ваш биткоин-кошелек поступят вот эти средства. Старайтесь внимательно следовать тем инструкциям, которые указаны на сайте. Обратите внимание, что обменников здесь очень много. Курсы их постоянно меняются. И, может быть, сейчас вам выгоднее купить, например, биткоины через этот обменник, а через 5 минут уже будет выгоднее купить через другой. Для примера давайте посмотрим еще несколько обменников. Ну, например, вот этот. Открывается сайт обменника. Открывается сайт обменника. Здесь, опять-таки, нужно указать ту валюту, которую мы отдаем. Сбербанк. А в правой графе указываем, что мы хотим получить. Мы хотим получить биткоины. Нажимаем биткоины. Здесь мы вводим сумму в рублях, которую хотим обменять. Например, 50 тысяч рублей. Вводим номер карты, с которой будем перечислять средства. В графе биткоин-кошелек обязательно правильно указываем адрес нашего биткоин-кошелька. В графе личные данные, фамилия, имя, отчество, электронный адрес и телефон. После того, как вы нажмете кнопку обменять, система сформирует заявку, и вам будут предоставлены реквизиты, по которым вы будете должны отправить 50 тысяч рублей. И после того, как обменник получит ваши средства, на ваш биткоин-кошелек придет нужное количество биткоинов. Рассмотрим еще один вариант. Опять же, указываем в графе Сбербанк.рубли ту сумму, которую мы хотим обменять, 50 тысяч рублей. Указываем номер нашей карты. В графе биткоин указываем адрес нашего биткоин-кошелька. Сумма, которую мы получим в биткоинах, автоматически подсчитывается. И в графе личные данные, фамилия, имя, отчество, электронный адрес и телефон. И нажимаем обменять. Система формирует нам заявку. Как видите, дизайн, интерфейс разных обменников может отличаться, но суть везде примерно одна и та же. А что нужно делать, если вы хотите не купить, а наоборот продать криптовалюту? Нужно сделать все то же самое, только в обратном направлении. В графе отдадите мы, соответственно, указываем ту валюту, которую хотим продать, например, биткоин. А в графе получите мы указываем ту валюту, которую хотим получить, например, Сбербанк рубли. То есть указываем здесь Сбербанк. Опять же пользуемся калькулятором и указываем, какое количество биткоинов мы готовы продать, например, 001. Не забывайте, что нужно указывать, учитывать комиссию. И нажимаем кнопочку рассчитать. Соответственно, система нам показывает список обменников. И напомню, что нужно пользоваться обменниками, выделенными черным шрифтом. Почему сейчас много обменников, выделенных серым шрифтом? Это потому, что я записываю уже это видео поздно. Уже первые час ночи. Скорее всего, это связано с тем, что обменники уже не работают. Но, допустим, этот обменник работает, я нажимаю на него. В графе отдаете мы указываем биткоин и вводим сумму, которую хотим обменять. Но обратите внимание, что внизу появилась надпись минимум 00248 биткоина. То есть получается, если мы хотим обменять только 0,01 биткоина, в данном обменнике сделать этого не получится, потому что минимальная сумма для обмена 00248 биткоина, придется воспользоваться другим обменником. Но, предположим, если бы мы хотели такую сумму обменять, нам нужно было бы дальше заполнить Сбербанк. Система автоматически посчитала, сколько это по курсу и на какую карту мы хотим получить рубли. Вводим личные данные, электронная почта и телефон. И создать заявку. И после этого мы переводим необходимую сумму в биткоинах на указанные реквизиты. Вот я открыл сайт еще одного обменника. Точно так же в графе биткоин я ввожу ту сумму, которую хочу обменять, например, 001 биткоина. Обратите внимание, что здесь никаких красных надписей не появляется, потому что у них как раз минимальная сумма для обмена 001 биткоина. И в графе Сбербанк ввожу номер своей карты. Система автоматически подсчитывает, сколько это будет в рублях. И дальше заполняю свои данные. Например, в данном случае можно еще указать Telegram, имя, электронная почта, телефон. И нужно также проверка, что вы не робот. Там 6 плюс 7 и так далее. Еще раз повторю. Сайты могут отличаться своим дизайном, интерфейсом, но суть везде одна. То есть обменник это вы отдаете одну валюту и получаете другую. То есть, соответственно, вам нужно указать, что вы отдаете, в каком количестве. Обменник вам показывает, что вы в итоге получите. И нужно указать реквизиты. Например, если вы отправляете средства с вашей карты, значит нужно ввести номер карты. Если вы хотите получить биткоины или другую криптовалюту на ваш кошелек, нужно указать его адрес. Надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok